Какое соглашение подписал КФУ? Ваше сердце под контролем. Как мода губит окружающую среду? Почему небоскрёбы не падают? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. 20 по 26 мая в рамках акции «Проект День без турникетов», инициированного правительством города Москвы, грантополучатели Российского научного фонда открывают двери своих лабораторий и проводят экскурсии для всех желающих. Казань, как третья столица России, и Казанский федеральный университет, как старейший вуз страны, не остались в стороне. 24 мая провели экскурсию в Институте геологии и нефтегазовых технологий, а точнее по лаборатории палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие гала-концерт «Путешествие по Латинской Америке». Со сцены всех присутствующих гостей поприветствовали проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и директор ФМК Радив Замаледдинов. Насыщенная концертная программа была звездной. Свои творческие таланты проявили студенты-активисты института. Здесь люди, ну как студенты, все люди русские, которые я знаю, они очень открыты. Ну по поводу, ну как я бы глажу, и просто так. Вот они подоживают культуру и все, тоже в Мексике так. Это атмосфера, я чувствую себя как дома здесь. Это прекрасно, видеть своих народов, людей здесь. Видеть, что Латинская Америка называется хорошее место здесь. И мы можем создать вот такую прекрасную атмосферу. 24 мая состоялось подписание соглашения между Казанским Федеральным Университетом и Российским Книжным Союзом. Что будет реализовано в рамках данного сотрудничества, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. В музее истории Казанского Федерального Университета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским Университетом и Российским Книжным Союзом. Подписи на документе поставили ректор Кафу Ленар Сафин и президент-председатель Российского Книжного Союза Сергей Степашин. По словам Ленара Сафина, данное сотрудничество позволит готовить высококвалифицированных кадров для сферы книгоиздания. Это стратегическая такая работа. Она, естественно, я думаю, даст, придет время, даст определенные результаты, и мы увидим, что мы друг друга будем поддерживать в этом. В том числе и на федеральном уровне, я думаю, нас, безусловно, поддерживают. Сергей Степашин также отметил важность подписания соглашения с ведущим вузом России, который в этом году, к слову, отмечает свой юбилей. 220 лет со дня основания. По словам президента Российского Книжного Союза, данное сотрудничество будет благополучно влиять на подбор конкурентоспособных кадров в сфере культурологии, и книгоиздания. Нам очень важна и подготовка кадров для издательской деятельности, для литературы, для культурологии. Отметим, что с 2017 года Сергей Степашин также является почетным доктором Казанского федерального университета. В ходе беседы Ленар Сафин и Сергей Степашин договорились провести совместные лекции в честь юбилея Казанского университета. Аделина Амдрахманова, Александр Антонов, Николай Суховский. Универ Новости. Также 24 мая в Гранд-отеле «Казань» прошел второй по Волжске кардиологический форум, посвященный 220-летию Казанского федерального университета. Целью данного мероприятия стало рассмотрение вопросов диагностики и лечения кардиоваскулярных заболеваний, обсуждение результатов клинических исследований и рекомендаций Российского кардиологического общества. Подробнее о прошедших событиях в сюжете нашего корреспондента. Сердце держит в своей власти нашу жизнь. Оно позволяет любить, смеяться и жить полной жизнью. Казанский федеральный университет, в частности университетская клиника, регулярно проводит мероприятия самого разного характера. Неизменным в этом остается одно – встречи, дискуссии и мастер-классы, направленные на повышение квалификации специалистов, поиск новых методик и активное обсуждение и передачу опыта среди коллег. Кардиологический форум, который проходит второй раз, не исключение. Он ставит перед собой задачу обсудить современные подходы в лечении патологий сердца, а также применение в повседневной практике современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Само мероприятие проходило в форме непрерывных выступлений спикеров. Целевые специальности форума – кардиология, терапия, общая врачебная практика, функциональная диагностика, сердечно-сосудистая хирургия и скорая помощь. Про цели и ожидаемые результаты форума рассказал руководитель кардиологического направления униклиники Казанского федерального университета Гадель Камалов. Каждый год у нас есть какие-то особенные моменты, на которые мы должны обращать внимание. И мне очень приятно похвалиться тем, что сегодня у нас есть своя особенность. Это кардио-онкология – очень серьезная тема, проблема легочной гипертензии, которую будем обсуждать достаточно серьезно. Ну и, конечно же, конек нашего мероприятия – возможность доложить интересные клинические случаи, разобрать в кругу сообщества, потому что вопросы диагностики и лечения необычных заболеваний – это очень важно для нас. В числе лекторов и докладчиков – научные работники кафедр медицинских вузов Республики Татарстан, а также приглашенные специалисты из других регионов. По словам участников, этот форум является необходимым инструментом для повышения уровня практикующих врачей в вопросах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь в настоящее время патологии самого важного человеческого органа до сих пор остаются одной из основных причин смертности в Российской Федерации. Применение в повседневной практике современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Принципы первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы направлены на улучшение прогноза пациентов с кардиоваскулярной патологией и позволят снизить сердечно-сосудистую смертность. Стала доброй традицией проводить конференцию, посвященную кардиологическим вопросам, конференцию, организованную КФУ. На протяжении уже последних нескольких лет она собирает как ведущих специалистов области кардиологии республики, так и гостей нашего города, ведущих кардиологов страны, Российской Федерации. Самое главное, наверное, очень полезно для практических врачей, потому что у них времени, как правило, бывает не так много на освоение нового материала, а здесь в сжатой, в структурированной и очень доступной форме все преподносится для практических врачей. Организаторы отмечают, что профессиональное общение в рамках форума позволит получить много новой научной и практической информации. Получится у всемирно известных экспертов обменяться мнениями с коллегами по самым актуальным проблемам современной медицины. Регулярное его проведение будет содействовать дальнейшему прогрессу в развитии кардиологии, кардиохирургии и смежных дисциплин. Роман Айошин, Кристина Отекина, Аделина Абдорахманова, Николай Осуховский, Универновость. Уже не первый год модную индустрию обвиняют в загрязнении окружающей среды. Согласно данным экологов, ежегодная индустрия моды производит около 92 миллионов тонн отходов, а возможно даже больше. О том, куда отправляется ненужная одежда и что с ней происходит, расскажем далее в сюжете. Большая часть произведенной одежды и обуви толком не используется и сразу отправляется на свалки со складов и магазинов. Однако при производстве и последующем сожжении нераспроданных товаров, модная индустрия выбрасывает более миллиарда тонн опасных веществ в атмосферу ежегодно. Это особенно токсично из-за того, что более 60% современной одежды производится из синтетических материалов. Попав на свалку, искусственные волокна разлагаются больше 100 лет, выбрасывая ядовитые вещества и парниковые газы, что способствует глобальному обтеплению. В итоге волокна превращаются в микрочастицы, которые уже можно найти повсюду на планете. Быстрая мода произошла из-за быстрых смен тенденций в современном мире. Из-за того, что люди часто стали устраивать показы мод, менять коллекции, также быстро производить их в магазины, чтобы у людей была возможность их покупать. Так как они искусственно выработали интерес к быстрой моде. То есть часто стали обновлять тренды каждый сезон. Соответственно, от этого и появилось понятие быстрая мода. Спрос рождает предложение. Из-за этого сейчас происходит такая проблема. В индустрии быстрая мода не уделяет внимания проблеме учета природных ресурсов и загрязнению окружающей среды при утилизации продукции. Например, для производства одной пары джинсов в среднем требуется 3500 литров воды. Однако проблема не ограничивается только этим. Во многих странах третьего мира водоемы, на берегах которых расположены текстильные предприятия, загрязнены химическими веществами. Следы загрязнения обнаружены в том числе у берегов Арктики. Быстро мод используются вещи низкого качества. То есть после первой носки вещи становятся уже непригодными. Они покрываются катышками из-за того, что сделаны не из экологичных материалов, из синтетики и полиэстера, которые также при разлагании выделяют микропластик, который оказывается в окружающей среде, в питьевой воде и так далее. Даже натуральные ткани могут нанести ущерб экологии планеты. При их разложении выделяется метан, который загрязняет грунтовые воды. Выращивание хлопка требует огромных объемов воды. Затрачивается 24% всех песцидов на обработку плантаций. Эти химикаты не только отравляют насекомых-вредителей, но и наносят вред почве, воде и атмосфере. По мнению экспертов, лучшим решением для тех, кто стремится к экологичному образу жизни, является отказ от мимолетных трендов и предпочтения брендам, уделяющим внимание этичным и экологичным аспектам в своем производстве. Яна Яковлева, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Современное общество уже давно не удивить зданиям, которые почти касаются облаков. Но как заставить такое архитектурно-строительное чудо стоять долгие-долгие годы? О том, как строительство, расскажет наш эксперт. Небоскребы стали строить когда-то из желания сэкономить стремительно дорожавшую землю. Сейчас это соображение давно не является решающим. Сверхвысокие здания в наши дни воздвигают ценой целью – показать богатство, мощь и амбиции. Однако, будь гонка небоскребов хоть тысячу раз с ярмаркой Вячеславия, их возведение не перестанет быть сложнейшей инженерной проблемой. Когда рассказывают об очередном рекордно высоком сооружении, обычно говорят о том, что вздымается над землей, о высоте, количестве этажей, лифтов, осмотровых площадках, с которых видно полмира, и о том, например, как доставить воду на 100 какой-нибудь этаж, чтобы водопровод при этом не разорвало от огромного давления в трубах. Меньше говорят о подземной части, хотя вопрос о том, как гигантские, почти километровые иглы, вроде построенной Бурж-Халифа, держатся в грунте, весьма интересен. Тысячелетняя история строительства написана кровью. И здесь еще больший и больший запас закладывается проектировщикам. При проектировании этих зданий, возведении этих зданий ведется очень жесткий контроль. Именно поэтому они не падают. Кроме того, они рассчитаны на неимоверные нагрузки, вероятность которых столь мала, сколь может одновременно произойти, скажем так, землетрясение и кастовый провал. Одновременно. То есть раз в тысячу лет, скажем так. Но, тем не менее, мы должны это учитывать. В России высотные здания – неотъемлемая часть престижности. Например, Москва-Сити. Огромный комплекс, являющийся центром деловой жизни Москвы. 14 комплексов, 21 небоскреб, из которых 8 – жилые башни. В Санкт-Петербурге – Лахта-центр, самый северный небоскреб. Самое высокое здание в России и Европе, в котором располагается штаб-квартира «Газпрома». Высота его шпиля – 462 метра. Как же здание такой высоты может быть устойчивым, располагаясь на побережье Финского залива? Выяснилось, что слабые грунты составляют только верхний слой. Под ним залегает Венский горизонт – это древнейшие глины, которым от 500 до 600 миллионов лет. Прочные, как скальный грунт или бетон, эти глины являются отличной опорой для небоскреба. Но добраться до них непросто – на пути устроительной техники отложения ледникового периода в виде гигантских валунов и песчаных супесей с гравием. Комплекс исследований, проведенные расчеты и натурные испытания стали основой для создания конструкции лахта-центра. Его двухэтажный фундамент вошел в Книгу рекордов Гиннеса, а подземная стена достигла высоты десятиэтажного здания. Малоэтажное здание имеет мелкозаглубленный фундамент, то высотное здание имеет два, три, иногда и большее количество этажей, включая технические. Кроме того, оно может располагаться на достаточно длинных свайных основаниях, то есть длинных сваях. Ну, современные технологии могут позволить заглубить здание, ну, пожалуй, на 75 метров вниз. Вот именно поэтому они не падают. По словам эксперта, небоскребы не падают благодаря ядру жесткости, которая позволяет зданию безопасно эксплуатироваться. Для качественной постройки высотных зданий соблюдается множество нормативных документов. Учитываются все нюансы в сейсмике региона и множество других важнейших факторов. Даже для сейсмически устойчивого Татарстана высотные здания должны быть рассчитаны на 7 баллов и выше по шкале сейсмической активности. Элина Александрова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!